Мозг занимает всего 2% от массы тела, но при этом потребляет 25% энергии. У нас в голове стоят суперкомпьютеры, и они потребляют много энергии. Именно здесь на помощь приходит молекула креатина. Он действует как быстрый резервный источник энергии, когда запасы топлива, кислорода и сахара в крови на исходе. Креатин естественным образом вырабатывается в печени, почках и поджелудочной железе и доставляется в мозг и мышцы, два места, где нам требуется наиболее быстрая отдача энергии. А если бы вам пришлось откусить от кого-нибудь кусочек Ганнибала Лектера, мог бы этот дополнительный креатин, который вы съедаете в дополнение к уже выработанному, дать толчок вашему мозгу? Это исследование, возможно, не прошло бы совет по этике, но вот это да! Влияние креатиновых добавок на когнитивные функции вегетарианцев и всеядных В этой упрощенной нормализованной версии данных до приема креатиновой добавки объем памяти вегетарианцев и мясоедов был одинаковым, вегетарианцы указаны белым цветом, мясоеды – черным. То есть начинали они примерно одинаково. Однако после четырех дней приема креатиновой добавки память у вегетарианцев улучшилась по сравнению с теми, кто употреблял мясо, в то время как у мясоедов прием креатиновой добавки был связан с ухудшением памяти по сравнению с исходным уровнем. Таким образом, вегетарианцы получили толчок к развитию мозга, а мясоеды – нет. Это может быть связано с тем, что у мясоедов снижен синтез креатина. Их организм не производит его в большом количестве, поэтому они получают его из своего рациона, поедая мышцы. Может быть, не таких, как у теленка, но хотя бы таких. Поэтому их организм говорит, зачем беспокоиться, в то время как вегетарианцы вырабатывают его постоянно. Поэтому, когда они принимают креатиновую добавку, может показаться, что они получают двойную дозу. Они получают то, что принимают, в дополнение к тому, что уже производят. Пока еще рано говорить о том, что происходит на самом деле, но тем не менее, если вы питаетесь по-вегетариански, стоит ли вам задуматься о приеме креатиновых добавок? Креатин. Стоит ли преимущество риска? Это в контексте спортивных добавок. Недавно главному редактору Harvard Health Letter был задан более общий вопрос, на который он ответил. Пока что, чтобы подстраховаться, я бы не советовал принимать креатин, опасаясь, что креатиновые добавки могут содержать токсичные примеси. Был ли он просто параноиком? Нет. Уровни органических загрязнителей и тяжелых металлов в креатиновых добавках. Они протестировали 33 различных бренда, представленных на рынке, и обнаружили, что 50% из них превышают максимальный уровень, рекомендованный Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов, по крайней мере, по одному загрязняющему веществу. Продолжение следует...